Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня попытаемся сделать абсолютно честный обзор на стерву, СТРВК. Почему его стервой называют? Попробуем с этим разобраться, попробуем разобраться с тем, чего стоит данная машина и что она может в руках среднестатистического игрока. Я не супер статист, я не скиловик, я не прячусь за спинами других для того, чтобы набросать какой-нибудь большой урон. Короче говоря, играю как преобладающее большинство игроков в нашей игре. Итак, стерва, чем она действительно хороша? У нее просто зашкаливающий ДПМ, самая крутая ДПМная пушка среди тяжелых танков на 10 уровне. И это факт, 3420 единиц с учетом установленного оборудования, амуниции достигаются благодаря крайне приятному времени перезарядки в 6 копеечкой секунд и просто шикарным для такого времени перезарядки показателя по Альфе в 350 единиц. Это действительно хорошо. Что касается бронепробития, 259 вроде бы достаточно, порой безусловно немножко не хватает, но есть подкалиберные, которые неплохо спасают. Еще хорошо то, что у нее довольно неплохой угол склонения орудия вниз, и стерва обладает 9 градусами склонения орудия, и это действительно очень комфортно и удобно отыгрывает каких-то неровностей. Время сведения меньше 3 секунд и разброс чуть более 0,3, и я считаю, что вот эти вот показатели, они максимально сбалансированы и действительно крайне комфортные в игре. Но, ребят, как обычно, не бывает ничего сильно сладкого, всегда есть какая-то ложка дегтя. Ложка дегтя, ребят, это броня, которая практически отсутствует, как для тяжелого танка. Я бы сказал, это и по подвижности, и по динамике, и по системе бронирования больше похоже на средний танк, просто крупных размеров. Вы сами видите качество бронирования, есть верхние бронелисты 266, но это с учетом приведенной брони. Что касается нижнего бронелиста, то здесь с приведенкой 175, короче говоря, шьют, мама не горюй. Что касается башни, вот здесь есть сверху довольно хороший скос, и этот скос дает в прямой проекции хорошую приведенку в 302. Безусловно, пробивать не буду. Вот сюда пробивают просто на ура по бокам от вашей маски орудия. Маска орудия не пробивается, но вот что касается всего остального, ребят, ну картон картонный. Че уж там греха таить, как есть, так и говорю. Что касается бортов, да, ромбовать получается, но тоже не сильно бодро. Довольно часто пробивают, если хотя бы чуть-чуть ты довернулся не так, как надо, то тебя начинают пробивать. Что касается кормы, здесь разговаривать не о чем. А вот, друзья мои, что касается сравнения с другими машинами на данном уровне, а я имею ввиду тяжелые танки, те, которые не барабанные, и надо отсюда убрать 114 SP2, это тестовая машина, сейчас ее ребята тестируют активно, я в этом тоже участвую, его мы отсюда уберем и посмотрим на тех, кто здесь остался. Как вы видите, ДПМ у машины действительно самый высокий на уровне, ну и удивительного в этом абсолютно ничего нет. Что касается бронепробитием, то есть ребята, которые пробивают получше, но в основном ребята пробивают похуже. В основном меньше 160, но 159, как правило, повторяется у огромного количества машин на уровне, поэтому по пробитию здесь ничего уникального. Уникальная машина, безусловно, как я уже сказал своим ДПМом, довольно хорошим временем перезарядки, 6 секунд там с копейками, будем округлять до 6 секунд, не повторяется больше на уровне ни у кого. Из цикличных орудий это самое скорострельное орудие в игре. С ним разве что по скорости перезарядки плюс-минус может сравниться Chieftain MK6 со своим 760, есть еще FVN215B проходная машина, но в целом, ребят, по скорострельности это самая бодрая машина на своем уровне. То же самое, ребят, касается и подвижности машины. Если вы обратите внимание, то ее 47 километров, это один из лучших показателей на уровне. Круче только у нас пиранья, она действительно очень подвижная, хотя особой разницы я лично не ощущаю по динамике и по маневренности между этими машинами. И объект 260, все, все остальные ребята более унылые по скорости передвижениям. Есть такие, которые имеют целых 25 километров скорости, но это Маус, который бедняга вообще еле едет. Что касается доходности, здесь информации отсутствует, но по ощущениям 140%, потому что фармит плюс-минус так же, как всем известные машины. Ну, допустим, тот же самый Клинок, либо тот же самый АМХ М4-54. Короче говоря, не фармер, безусловно, да и на 10 уровне, ребят, фармера особо вы не найдете. Если посмотреть на цифры фарма по тяжелым танкам, то самый крутой показатель у пиранья 150, и у нее действительно выше доходность, чем у всех остальных. А вот, ребят, еще один парадокс, это процент по победам. Катает немалое количество игроков данную машину, но при этом, ребят, целых 60%. Это действительно круто. Данный показатель повторяется только на трех топорах, на объекте 777 вариант 2, но машина только появилась, И вот этот процент по победам, это те проценты побед, которые сделали ребята во время теста объекта 777, в том числе и ваш покорный слуга. Поэтому брать за основу вот эту цифру я бы не рекомендовал. Поэтому, друзья, если отбросить три топора, то из старожилов в этой игре, я имею в виду не новых машин, даже самая сейчас популярная проходная машина WZ-55, ну, она и то имеет процент 57, хотя к машине еще многие не привыкли в виде своего соперника. А вот стерву давно уже все встречают в рандоме, и смотрите, какой показатель она до сих пор имеет. Машина не устаревает, и это радует. Почему не устаревает? Потому что она фановая, она интересная, и у меня лично в списке она занимает первое место по машинам, которые я хочу себе на основу. Для тех, кто не знает, я уже говорил о том, что на данный момент у меня среди тяжелых танков, на десятом уровне, есть два претендента на то, чтобы попасть ко мне в ангар на основном аккаунте. Это стерва и это объектик 777. Уж больно мне зашла данная машина, я очень сильно себе ее хочу на основу. Но сегодня речь у нас все-таки о стерве, которую мы берем, убеждаемся в том, что мы сейчас попадем во встречный бой, ну и попытаемся на ней сделать чего-нибудь хорошего. Напомню еще раз, я не скиловик, я не статист, я обычный игрок, у которого 55% побед. Я не могу похвастаться тем, что я помню наизусть все технические характеристики по машинам. Я не могу похвастаться тем, что я побеждаю в, там не знаю, в 80% боев, в которых я участвую. Понятное дело, что у меня бывают и сливы. И вот если вы за честные обзоры, если вы хотите знать, как машины будут играться вашими руками, я приглашаю всех подписаться на мой канал. Кроме того, друзья мои, среди подписчиков канала постоянно происходят какие-то розыгрыши. Буквально сегодня мы разыграли два особых пропуска на Battle Pass следующего месяца. До этого разыграли еще три пропуска, до этого были еще другие призы. Короче говоря, друзья мои, подписывайтесь на канал и вы будете не в обиде. Я обязательно буду продолжать проводить розыгрыши, обязательно буду продолжать снимать все больше и больше честных обзоров на технику, такой, какая она есть на самом деле, ничего не скрывая, ничего не приукрашая и ни в коем случае ничего не рекламируя, особенно из того, что потенциально может вас расстроить. Ну а теперь возвращаемся к стервочке. Спасибо, что подписались. Я знаю, что вы сейчас прожали свои подписочки и обязательно прожали лайки под данным видео. Кстати, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Что касается динамики. Передвигаешься на данной машине реально как на среднем танке. Ты просто спокойно передвигаешься по карте, тебе нет необходимости заранее там как-то принимать решение, ехать или не ехать, что делать, чего не делать. Машина очень бодро откатывается назад после выстрела и это добавляет комфорта к игре. Что касается того, чтобы переметнуться на другое направление, тоже абсолютно никаких проблем с этим у вас никогда не будет. Вы в любой момент перекатываетесь туда, куда вам нужно и делаете то, что вам надо. Ну а время перезарядки вам в этом однозначно будет помогать. Мне временем перезарядки, точностью орудия, машина очень сильно зашла. Именно поэтому я и хочу себе заиметь ее на основной аккаунт. Вот сейчас у меня будут проблемы, безусловно, по одной простой причине, потому что, как я говорил, я не обладаю абсолютно броней. И это очень-очень скучно в моменты, или я бы сказал даже грустно, в те моменты, когда на тебя выезжает какой-нибудь вот такой вот барабанный товарищ и начинает в тебя отбрасывать. Будет ли сейчас победа, я в этом очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что вдвоем мы навряд ли здесь что-то зарешаем. Возможно, я сейчас сделаю глупость. Выезжаю, зазря. Нужно откатываться. Просит помощи, но, братка, чем я тебе могу помочь, если я сам сейчас здесь вот в жесткой засаде нахожусь, и меня АМХ разбирает. Как я говорил, это не имба. Нет, я этого еще не говорил. Хотел это сказать, друзья. Это не имба. Повторюсь еще раз. Это просто хорошая машина, бодрая, подвижная, но, к сожалению, крайне картонная. Пробивают нижний бронелист, пробивают верхний бронелист. И все, чем вы обладаете, это возможностью качественно отыгрывать на неровностях и возможностью часто отбрасывать хорошую альфу. В этом машине не откажешь. 1640 единиц урона, один сделанный фраг. И я не собираюсь выбрасывать данный бой из обзора по одной простой причине, потому что, как я сказал, я хочу показывать вам машины такими, какие они есть на самом деле. И к таким боям вам тоже стоит готовиться. Третье место в команде по урону. Для стервы это, в принципе, в принципе, друзья мои, вообще ни о чем. Вполне спокойно, когда я сосредоточен... Какой-то приказ не прилетел? Ну ладно. Когда я сосредоточен на самой игре, а не на том, чтобы рассказывать о машине, у меня на стерве получается вполне спокойно вывозить за бой порядка 2500 урона. Это вполне нормальная цифра для нее, как мне кажется. И я, что самое главное, доволен этими боями. Даже когда я проигрываю, я все равно получаю максимум удовольствия. Ну и, в принципе, это то, чего я жду от игры. Я не жду статистических показателей. Я не статист. Я никогда не гонялся за какими-то цифрками. Я никогда никому не проедал и не собираюсь проедать плешь по поводу того, что кто-то рак, потому что у него на его количество боев какой-то там неправильный процент по победам. Друзья мои, играйте в удовольствие, получайте удовольствие от игры. Это самое главное. Процент по победам придумали те, которые хотят за счет игроков с низким процентом побед выпендриться и выпечиться наверх. Типа, мол, они гораздо круче и гораздо бодрее. Друзья мои, не в проценте побед счастье. Счастье в том, чтобы играть в танки и фаниться, и кайфовать. А все остальное, это искусственно придуманная шелуха, которая, по большому счету, игру довольно-таки сильно испортила, как мне кажется. Перегнули, мне кажется, немножко палку в отношении важности статы, и это привело к негативным результатам. Огромное количество игроков расстраиваются из-за того, что у них там типа что-то не получается, не такая стата, как надо, и вот эти вот современные тренды портят многим игрокам настроение. И это очень сильно расстраивает, в первую очередь, меня. По одной простой причине, потому что я помню те времена, друзья, когда стата не имела вообще никакого значения. Мы просто играли ради удовольствия. Отклонился от темы. Это так, просто, когда вспоминаю о приколах в игре в отношении статистов и людей, которые портят другим настроение в своей маниакальной какой-то такой вот повернутости на статистике, меня начинает захлестывать эмоция, и я начинаю выдавать все, что я думаю на эту тему. Возвращаемся к стервям. Бодро, классно играется, весело, передвигаешься куда хочешь, занимаешься чем хочешь. Главное не попадать под раздачу. Сейчас отхвачу от сотки. Это, в принципе, понятно. Но в то же время продолжаю 60 ТП расковыривать. Я думаю, что сейчас мы его вполне спокойно отправим в ангар. Там еще есть у нас ПТ-ха, которая меня может поцелить немножко. Мне это не сильно нравится. Поехали. Пока ПТ там пытается делать вид, что его там нет. Попытаемся помочь соткой. Ну и попытаемся, в принципе, держаться своей командой, потому что танчик, на удивление, очень командозависимый, хотя очень многое может в игре. Ай, как обидно. Ай, как обидно. Сейчас было очень обидно, серьезно. Сейчас был шанс реально сотку отправить в ангар, но, к сожалению, этой возможностью я не воспользовался. Точнее, я потерял данную возможность, промахнулся, погорячился. Необходимо было получше, наверное, свестись как-то. Остановиться, что ли. Ну и вот нас осталось двое в четверо. Грустно. Вопросов нет. Ааа, бронированная ты, зараза. Да, грустновато. Вопросов нет. Мне даже сейчас игра подсказывает, что, брат, если ты видишь красное, то, в принципе, можешь не стрелять смело. Зависимая машина очень сильно от команды. Если вы выезжаете против соперников, которые могут вас разбирать, то, понятное дело, что вас разберут довольно быстро. Тычки в ответ вы, безусловно, давать будете. Но не настолько прям круто, чтобы самому затащить против нескольких соперников. Да вообще, в принципе, в нашей игре есть очень мало машин, которые могут затащить против нескольких соперников в окружении, когда союзники слились. Досматриваем бой. Обязательно заходим в третью катку. Ну а перед третьей каткой обязательно заценим результаты данной каточки. Итак, друзья, как бы не было обидно и прискорбно, второе поражение на сегодняшнем нашем обзоре. 2440 единиц урона и один сделанный фраг. Что касается доходности, мы ее смотреть не будем, потому что это не победа и нельзя сказать, что это будет показательно. А вот что касается результативности в команде, то второе место. Я бы не сказал, что это плохо. Это как раз вот эти вот ориентировочные 2500, которые вы гарантированно будете наносить на данной машине в боях. Как я уже сказал, ничего вырезать не буду. Мне могут писать в комментариях все, что угодно. И по поводу того, что я рачина, которая играть не умеет. И по поводу того, что необходимо понимать танк. И по поводу еще чего-либо. Но, друзья мои, давайте будем говорить откровенно. Неужели в вашей практике не бывает такого, что машина по заявленным своим характеристикам, по возможностям, по отзывам других игроков должна быть крайне бодрой, крайне классной, а у вас при этом не получаются те результаты, которые получаются у каких-нибудь скилловых игроков, у каких-нибудь 70% суперчуваков. Вот если вы не хотите наступать на грабли, то имейте в виду, что проигрыши, они тоже бывают. Единственная разница, наверное, между мной и другими авторами на своих каналах заключается в том, что я не снимаю никогда с себя вины по поводу того, что я проиграл, я слился и никогда не вешаю ярлыки на своих союзников. Я благодарен союзникам за то, что они делают в бою вместе со мной. И, ну, я всегда надеюсь на то, что они тоже хотят победить, ровно как и я. Косанул сейчас. Обидно, конечно, можно было сейчас в кранчика закинуть немножко урона. Вот сейчас попробуем поработать по углам склонения орудия. Как видите, углы склонения орудия очень комфортные. Даже не поднимаясь наверх на горку, я вполне спокойно могу выцеливать, кого надо. Попадаю куда нужно. Сводится орудие очень бодро. Орудие максимально точное, насколько оно может быть точным у тяжелого танка. И отыгрывать на данной машине на дальних расстояниях, ну, просто в край комфортно. Как видите, еще и броня срабатывает. Довольно прикольно. Такс. К крану подступиться не так уж и легко. Все-таки у него башня удар держать умеет. Сейчас попытаюсь. Попытаюсь быстро проскочить к нему как-нибудь в тыл. Отработаем краном в корму. Я уже отсветился немножко. Вот кранчик наш стоит. Ну, я больше чем уверен, что сейчас я его отправлю в ангар, даже если он мне даст какую-то тычку в ответ. Если успеет, то, в принципе, его это все равно не спасет. При всем, при всем том, что машина картонная, при всем том, что она далеко не самой лучшей живучести, машина просто обалденная в отношении фана. И вот в отношении фана данная машина является, наверное, одним из лидеров на 10 уровне. И играть на ней постоянно одно удовольствие. Даже если я на данной машине проигрываю, я выхожу из боя с массой позитивных эмоций и с просто феерическими ощущениями от игрового процесса, который у меня был. В данном случае, ребята, у нас победа. С нашей ли хорошей руки данная победа была получена, мы сейчас посмотрим по результатам боя. Я бы не сказал, что мы сделали прям что-то огромное, 1580 единиц, но мы сделали два фрага, и стерва на это способна. Это очень хороший добиратель недобитков. И, в принципе, тем, что вы добираете стволы и минусуете их, вы делаете шикарный вклад в победу команды. Потому что любой недобиток, он обладает возможностью сделать дополнительный выстрел по вашим союзникам. Даже если у него осталось 1 или 2 единицы хп, то потенциально это все равно дополнительный урон вашей команде. Мы находимся на втором месте с конца. Это далеко не круто. Я с этим согласен. Как я говорил, что в целом, в основном, машина может делать по 2,5 тысячи. Главное, чтобы нормально все сходилось в боях по тому, как кто куда поехал, и насколько ваша команда поддерживает вас. Ну, либо так, насколько вы поддерживаете свою команду. Вот такой вот он СТРВ. Мне поставили диз, окей, хорошо. Но как есть, так есть. Из песни слов выбрасывать не буду. Я не собираюсь рекламировать СТРВК. По одной простой причине, потому что не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Я собирался снять честный обзор. Я это сделал. Я отыграл так, как у меня получается отыгрывать на СТРВК. И, как я уже сказал, пускай даже не сильно огромные результаты на данной бодрой машине я собираю, но то, что она приносит мне массу позитива, это однозначно. На данный момент машины нет в продаже. Это видео снимается не для того, чтобы ее дискредитировать, ну, либо наоборот, для того, чтобы ее пререкламировать. Я просто вспомнил о наличии такой машины в игре и решил поделиться своим субъективным мнением по поводу этого довольно прикольного монстра. Относитесь к нему как к среднему танку, не ожидайте от него живучести, как у тяжа, и, соответственно, будете получать удовольствие от игры на нем, если он у вас есть, ну, либо если вы его планируете себе заполучить. А на данный момент у меня все. Жду всех у себя на канале. Подписывайтесь, помогите мне собрать 15 тысяч подписчиков на канале. Я вам буду безумно благодарен и благодарить буду вам все новыми и новыми честными обзорами. Ну что ж, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.